Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Лариса Владимировна Бархатова, заведующая Одинцовской женской консультации. Здравствуйте, Лариса Владимировна! Добрый день, Мария! Сегодня тема нашей передачи «Возрастные изменения у женщин». Давайте поговорим об этом. Эта тема волнует многих наших телезрительниц. Да, «Возрастные изменения» или так называемый климакс в переводе с латыни – это ступенька. То есть это ступенька женщины с одного ее периода жизни в другой. Это период, когда угасают некоторые наши гормоны внутренней секреции, прежде всего яичники, и организм приспосабливается как бы к другой жизни. То есть он приспосабливается к жизни с меньшим количеством эстрогенов, скажем так. Так это если вот в общем. Там, конечно же, происходят многие процессы, перестройка организма, потому что рецепторы к эстрогенам есть в каждой клеточке, в каждом органе нашего тела. И в зависимости от того, как организм к этому готов, и, естественно, будут какие-то признаки протекания этого процесса или этого периода жизни женщины. Какими признаками осложняется этот период? Что происходит, что меняется в организме женщины? Прежде всего, скажем, когда это все возникает, в каком возрасте ожидать эти изменения. Возраст может быть разный. Потому что у одних женщин это может быть преждевременное наступление этого периода климактерического периода. У других женщин это может быть возрастной период, тот, который определяет наша медицина. То есть если преждевременно, это считается до 45 лет. Если до 40 лет, то это совсем ранний климакс идет у нас. С 45 до 55 лет это в настоящее время считается нормой, возрастной нормой. Ну и, соответственно, после 50 лет это немножко запоздало. Хотя в последнее время этот возраст, он все отодвигается. Я еще помню, когда я начинала учиться, говорили, что климакс 45 лет. Сейчас уже климактерическим периодом считается около 50 лет. То есть в зависимости от каких-то факторов. А все-таки с чем это связывают именно специалисты? Почему так происходит? И возможно ли оттянуть наступление этого периода? Да, конечно же. Специалисты говорят, что этот период нужно оттянуть. Оттянуть, но стоит ли вмешиваться в организм, это тоже большой вопрос. Главное, чтобы это все было так, как природа этого хочет или как природа это запрограммировала. Потому что искусственно оттягивать или искусственно прекращать что-то, это не всегда так хорошо. Природа тоже, как бы говорят, это не глупая женщина, которая заранее все думает и заранее все предугадывает. И заранее все настраивает. Наш организм это в любом плане. И если что-то происходит не так, то очень часто в этом виноваты сами люди. Например, если женщина усиленно плохо питается, или усиленно работает, или ведет неправильный образ жизни, немного курит, то, конечно же, органы внутренней секреции, в том числе яичники, будут истощаться раньше. И замечено, что у курящих женщин как минимум на 2 года климакс наступает раньше. Есть повод задуматься. Есть повод задуматься, чем у женщин, которые не курят. Все точно так же у точных женщин, у которых большой избыток веса, считается, что жировая клетчатка выделяет свои эстрогены, и тогда яичники как бы не нужны отсюда и дисфункции, отсюда и угасания, и так дальше. То есть проблем много есть, вопросов есть много. И в каждом конкретном случае это будет каждый свой конкретный ответ. Как оттянуть или как сказать, как бы правильно вступить в этот период? Потому что, ну, все знают, что, допустим, климакс – это приливы. Но это не только приливы. Это и остеопороз, то есть истощение, истончение костной ткани. Это и разные сердечно-сосудистые проблемы, вегетативные. То есть это и лобильность давления, это и головные боли, мигрени какие-то появляются. Это и прибавка веса. И все это прежде всего можно профилактировать. Профилактика – это всегда образ жизни, это умеренные физические нагрузки, это правильное питание, это чередование сна и отдыха. То есть это меньше нервной перегрузки. Это все так банально, но оно на самом деле очень имеет значение, имеет смысл. Лариса Владимировна, возможно ли с этим периодом подружиться и научиться в нем жить и жить, и оставаться столь социально активной? Ну, конечно, можно. Прежде всего, наверное, тут имеет значение диагностика или особенности каждой женщины. Ведь не каждая женщина чувствует, что наступил этот период, то есть некоторые это гладко проходят. Но, может быть, прежде всего, мы уже немножко затронули, да, сами симптомы. То есть сами симптомы – это, прежде всего, то, что большое количество женщин отмечает, это так называемые приливы. Приливы – это виктососудистые нарушения, когда вдруг то жарко, то холодно. То есть так называемая игра сосудов. Игра сосудов, она, если так, да, в общем сказать, то есть идет нарушение регуляторных каких-то, регуляторных каких-то механизмов. И поэтому вот у кого-то это сильнее выражено, у кого-то меньше. Следующими симптомами могут быть нарушения психоэмоциональные. То есть женщины становятся, ну, чувствуют, что им лабильность настроения, перепады, что перепады, может быть, и сексуальные функции какие-то идут, нарушения. Женщины чувствуют еще, что у них, допустим, там нарушается тургор кожи, тургор слизистых, что опять-таки, да, затруднения при половой жизни. То есть организм как будто бы идет и, ну, истощается, да, и истощаются не только яичники, но и истощение идет всего организма. Конечно, есть случаи, когда это все такие легкие признаки, которые действительно могут быть и незаметны, и тогда оно, ну, как природа сама к этому приспособится. И женщине, ведущей нормальный образ жизни, ничего не нужно дополнительно. Но бывает, что нужна и помощь специалистов, и, естественно, тогда нужно бежать не идти, а просто бежать в врачу, объяснять свои жалобы, проводить какую-то диагностику. И какая в этом случае проводится диагностика, и какие существуют методы лечения? Ну, диагностика, она самая обычная, самая стандартная. То есть это осмотры у врача-гинеколога, осмотры у всех специалистов, потому что, видите, какие-то соматические заболевания, они тоже могут усугублять течение данного процесса, о котором мы говорим. Поэтому, естественно, с врачами нужно дружить и обследоваться, и те же, и у эндокринолога, нужно обследоваться у терапевта, и сануция очагов инфекции должна быть обязательно, чтобы и та же иммунная система, нельзя ее истощать до бесконечности такими-то воспалительными заболеваниями, простудными. То есть тут все взаимосвязано. И опять-таки хочу сказать, что и прививки нужно делать, все-все-все. То есть вести правильный образ жизни, обращаться к врачам. И тогда не ждать, когда гром грянет, проходить диспансеризацию. Сколько раз необходимо посещать гинеколога, эндокринолога? И с какого возраста нужно к этому вопросу относиться уже более внимательно? К этому вопросу нужно всегда внимательно относиться. К врачам нужно, к гинекологу, допустим, я скажу, нужно ходить не реже, чем раз в два года, но если есть какие-то нарушения, то и раз в год, и каждые три месяца мы приглашаем. То есть в зависимости от того, какие есть заболевания. Ну и, естественно, если уже какие-то вы не можете банальными методами этот процесс, это состояние улучшить, то врач всегда вам посоветует что-то. Что это будет в зависимости от вашего состояния здоровья. Может быть, вам просто витаминов достаточное количество назначить. Сейчас очень много есть же витамины по возрастам, и в том числе для климактерического периода. И, кстати, очень действенный прием месяц, два-три месяца, и многие женщины отмечают свое самочувствие. Точно так же есть гемопатические средства, травы какие-то. Но если это уже не помогает, конечно, не надо бояться гормонозаместительной терапии. Всем подряд мы гормонозаместительную терапию не назначаем. И отошли от этого. Она назначается только по показаниям. То есть если есть преждевременное созревание яичников, до 40 лет наступает менопауза, это, конечно, абсолютное показание, если нет других противопоказаний. Но если менопауза в 50 лет, но есть, допустим, выраженные изменения или выраженные жалобы, невыраженные жалобы, это может оценить только врач и порекомендовать вам что-то. Женщина должна быть прекрасной, а самое главное, здоровой в любом возрасте. Да. Независимо от того, наступил климакс или нет. Ну, если женщина не может сама с этим справиться, то, конечно же, не надо бояться обратиться к специалисту. Не только к косметологу, но и к врачу, акушер-гинекологу. То есть у нас уже пациенты своей красоте уделяют больше внимания, чем собственному здоровью, иногда забывая совершенно о себе. Да-да, хотя косметика важна везде. Лариса Владимировна, влияет ли климактерический период на активную сексуальную жизнь? Ну, в каком-то смысле, да. Если особенно это патологический климакс. И с возрастом женщины жалуются на некоторые проявления дискомфорта, в том числе на сухость. На сухость влагалища, сухость интимной зоны. С возрастом из-за каких-то вегетососудистых нарушений, половое влечение нарушается и так дальше. Это тоже какой-то симптом, который, в принципе, где врачи могут как-то помочь, если нормализовать само течение этого процесса. Как это скорректировать? Какими средствами? Потому что когда у нас сохнут руки, мы, в принципе, идем в любой масс-маркет и покупаем крем для рук. То же самое мы подбираем уход для своего лица, тела. А как же мы забываем, что есть еще и другие органы, которые тоже требуют такого же пристального внимания. Вы правы. Такого же пристального внимания, потому что кожа, она везде во всем организме есть кожа, слизистая это слизистая, которая везде одинаково. И в интимной сфере, в интимные органы, они тоже, кожа становится дряблой из-за того, что меньше питания идет, что меньше рецепторов, меньше эстрогенов идет. Поэтому здесь точно такие же рекомендации. Есть и методики. Допустим, если женщинам не противопоказана гормонозаместительная терапия, то и тургор всей кожи, и в том числе интимной зоны, будет улучшаться, питание ее будет лучше происходить. Естественно, это будет как-то отражаться и на половой активности. Все-таки медицина не стоит на месте. И сегодня огромное количество препаратов и разных возможностей, чтобы сделать этот период намного мягче для женщины, не таким тяжелым. Или, можно сказать, даже приятным, потому что в каждом возрасте есть свои прелести. Лариса Владимировна, спасибо за интересную беседу. Надеюсь, что сегодня мы ответили на многие вопросы наших телезрителей. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.